Антихрист – некое абсолютное таинственное зло, противостоящее всему хорошему, что описано в Библии и всему тому, что является собой Христос, его поступком и напутствием. Христу не удалось воссесть на престол, дабы вести к прекрасному будущему все человечество. Как утверждает Библия апостолы, богословы и многие специалисты, изучающие христианство, антихристу это удастся в конце времен. За короткий срок у него получится отвратить от истинной религии миллиарды человек, и все они будут служить величественному злу воплоти. Для многих, весьма авторитетных ученых, изучавших Библию в прошлом, антихрист – это вся та сила, что противостояла и противостоит добру и Христу. Никаких персоналей. Но времена меняются. Жизнь становится все стремительней. События страшнее и глобальнее. И практически все верующие христиане и мусульмане, богословы и наивысшие священнослужители, населяющие мир, убеждены, что антихрист – конкретная личность, она уже существует и уже восседает незримо для всех на мировом троне. Или вот-вот начнет свой чудовищный путь. Сегодня вы узнаете, кто такой антихрист, почему он имеет все шансы и, скорее всего, победит в битве с Христом. И как будет выглядеть его коронация. И никто не сможет этому противостоять. Подписывайтесь на канал. Мы начинаем. Согласно Библии и историческим фактам, которыми мы обладаем, Христос, сын Иосифа Плотника, не смог воссесть на престол и вести человечество к светлому будущему. Почему так случилось? Дело в том, что огромное количество людей, в большинстве своем простой черни, немного первосвященников, немного римлян, нечистая сила и даже сам Бог препятствовали этому. Такое впечатление, что этого не хотел совершенно никто. По той причине, что один человек, таящий в себе огромную тайну, решил не просто высказываться, не так, как это было принято раньше, но и притворять задуманное в реальность. Его царствование не хотел никто, кроме Него самого. А тем временем, сын Плотника или Бога Иисус, как утверждает Библия, был из царского рода. Он предок царя Давида. Есть много противоречий и версий по этому факту, однако те, кто верят в божественность Христа, не сомневаются в этом. Христос – сын Бога, царь иудейский, царь всех людей, живущих на земле. На табличке, расположенной над головой Христа, на кресте во время распятия находилась надпись, аббревиатура «Инри», обозначающая «Иисус Назарянин, царь иудейский». А на голове его находилась терновая корона, терновый венец, как знак издевательства над словами Христа о том, что он истинный царь. В соответствии с этим, не все, но многие считают, что антихрист, который воссядет на трон правления человечеством, должен быть также царского рода, быть частью аристократии и даже быть, может, сыном сатаны, Бога абсолютного зла. Именно поэтому много лет большое количество конспирологов считали, что антихристом является принц Уильям, будущий король Великобритании. Однако со временем эта теория утратила свою свежесть, и возможными антихристами были поочередно американские президенты Буш-младший, Обама, Трамп, президент России Путин, Гитлер, император Нейрон и даже Илон Маск. Сейчас очень популярна версия, что антихрист – это некий искусственный интеллект, который вскоре поработит все человечество. Каждая из этой версии конспирологи и многие верующие предоставляют массу доказательств, некоторые из которых могут показаться весьма убедительными. Однако годы проходят, и пока никто не становится единым правителем человечества, кандидаты уходят в тень, и забвения в тот момент, как миллиарды все еще ждут появления того самого антихриста. Люди почему-то убеждены, что персонализированный временный мучитель и обольститель людей должен быть кем-то большим, значимым, аристократичным, невероятно харизматичным, способным дать многое тем, у кого ничего нет, взамен получая абсолютное поклонение. Тех, кто не поклонится, ждет жестокая смерть. Единого мнения о том, кто это все-таки должен быть, не существует, и это подчеркивает и интригует, ведь даже относительно рождения Христа, его пути и сути правления до его рождения было больше информации. Как утверждает статистика, миллиарды людей верят и даже более того, ждут некой последней апокалиптической развязки, частью которой должен стать антихрист. Но все не так, все неправильно, и свита, которая зовется тенями, знает, Христос был нищим, рожденным в хлеву, его отчим или же отец был плотником. В тогдашние запредельно варварские времена, когда Римская империя и первосвященники все время искали врагов, и после того, как найти, казнили их, распиная на деревянных крестах, Иосиф Обручник постоянно делал кресты для казни. Христос помогал ему в этом, его семья фактически жила и питалась, зарабатывая деньги на производстве орудия казни. Юного Христа это очень мучило, он много думал об этом. С одной стороны, он не знает тех, кто погибает на кресте, которые он делает с отцом, просто выполняет заказ римлян, вроде как делая благое дело, наказывая преступников. А с другой стороны, он часть процесса, итог которого жестокая насильственная смерть тех, кто заслуживает, по мнению Римской империи, и местных знати смерти. Это противоречие мучило юного Христа. Задумавшись, однажды он задался вопросом, какая судьба у тех, кто оказывается на кресте, кто те люди, кого распинают на том, что он создает. И реальность спросила у Христа, хочешь узнать, кто это, какова их судьба? И он ответил, да. Так Христос узнал, что порой на кресте убивают даже богов или тех, кто не сделал ничего плохого ни одному человеку. Те не знают, что Антихрист будет, как и Христос, откуда-то снизу, из самых простых людей. Его не нужно искать среди знати, аристократических древних родов или среди богачей. Этот человек однажды задался вопросом, как становятся антихристами, что к этому приводит. Реальность спросила у него, хочешь узнать, и он ответил, да. И каким-то образом он обретает силу и власть, став источником боли, той, которая будет терзать его, заставляя его строить новый мировой порядок. Путь Христа был нелегким. Путь Антихриста сейчас такой же. Христос был готов пожертвовать собой ради человечества. Антихрист будет готов пожертвовать человечеством ради себя. И в первом и втором случае в основе всего находится тяжелейшая дилемма – боль, любовь, мысли и принятые решения. Антихрист не источник злобы, он источник боли, которая невероятно терзает его. Желая избавиться от нее, он будет уничтожать и кроить новый мировой порядок по образу и подобию своему. Каждая тень это отлично знает, поэтому они очень сострадают ему, любят его, понимают его и желают помочь, отыскав как можно скорее. Антихрист – это тот же Христос, только не от света, а от тьмы, в которой живет человечество и которая им управляет. Антихрист – тень Христа, которая столь же умна, столь же верит в то, что делает, готовая умереть за свои убеждения, обретшая плотное физическое тело, как и сам сын Иосифа Плотника. Безусловно, рождение и появление Антихриста было предопределено еще много сотен и даже тысяч лет назад. Но Антихристом не рождаются, им становятся, как и Христом. Антихриста никто на трон не сажает, он на него восходит сам, своими ногами на протяжении жизни, открывая и понимая многие истины, знания, в том числе знания о том, кто он есть и что его судьба, как и судьба Христа – это неизбежность. Самое важное и забавное, чего никто не знает об истинном Антихристе, чего не знают христиане и прочие люди, а знают те, кто разыскивает его и кто помогает ему – это то, что Антихрист не тот, кем его считают. С ним дела обстоят значительно хуже, чем кто-то может себе представить значительно. Итак, все знают, и христиане, и мусульмане, и те, кто просто слышал об этой всей истории, что Христос, ну или какое-либо иное божественное добро уничтожит, убьет, низвергнет Антихриста. Это известно всем, а Антихрист об этом знает? Знает ли он о гарантированном поражении, которое его ждет, по мнению многих людей? Или только христиане могут читать и изучать существующую информацию об Антихристе, Христе, планах Бога и страшном суде? Неужели Даджаль не может читать предсказания о Даджале и не способен делать выводы из того, что его ждет? Так уж получилось, что те незначительно умнее, чем верующие, чем конспирологи, именно поэтому они делают то, что делают. Если бы для них была хоть малейшая опасность проигрыша, и ее невозможно было бы точно преодолеть, они не стали бы ввязываться в историю противостояния. Тени в сравнении с Антихристом с точки зрения интеллекта, интуиции и способности выбирать правильные ходы и решения – пустое место. Антихрист знает о планах его уничтожить. Антихрист знает, кто конкретно должен его уничтожить. Он понимает, какие его поступки могут убедить всех в том, что он – это он, вызвав безумное сопротивление. Именно поэтому он не даст никому ничего из того, что от него ждут, что от него ждете вы. Может быть, даже напротив, он возглавит мировую битву и борьбу с самим собой, сделав козлом отпущение какого-то безумца, возомнившего себя библейским персонажем. Если они ищут того, кто будет противостоять Христу, давайте же будем за Христа. Хотя бы на словах. Какие же действия Антихрист предпримет в своей борьбе? Основное количество верующих убеждено, что Антихрист, как и его приспешники, отмороженные агрессивные идиоты, которые хотят лишь убивать, насиловать, терзать, хулить Бога и чтоб все поклонялись злу и сатане. Но это не так, особенно в моменте агрессивные идиоты. Совсем не идиоты и далеко не агрессивные. Они способны даже любить просто совсем небольшое количество людей, своих единомышленников, совсем как и прочие верующие. Антихрист идет своим путем, не прекращая ни на секунду, потому что он обладает козырной картой, неким ключом, который дает ему хоть самую маленькую возможность на победу. Возможно сделать все, что он хочет, и остаться невредимым. Он за нее держится, и она весьма велика. Однажды мне одна верующая сказала, зло будет вести себя, как отмороженный умалишенный дебил, потому что оно безумно. Безумны те, кто пускает слюну из уголка рта в психлечебницах. Безумны верующие, считающие зло безумным и тупым. Зло, как и то, что задумано тенями и антихристом, значительно хуже и страшнее, чем все, что вы можете себе представить. Поэтому относительно вторых пришествий никто не боится и относительно страшных судов не переживает. Все страшнее и сложнее и интереснее. Он должен чипировать людей и население. Окей, отменяем это. Население должно сократиться до миллиарда. Окей, отменяем это. Мы должны отобрать всю наличность. Окей, мы отменим это. Действуем дольше, грамотнее, коварнее. Пусть будет тот, кто высказывает эти идеи. Пусть они будут козлами отпущения. Пусть они ищут антихриста среди них, а не среди нас. В любом случае мы сможем возглавить новую инквизицию и мировую кровавую баню во имя Христа или Аллаха, убедив их в том, что антихрист здесь, он правит. И если мы не будем противостоять ему, он победит. А тем временем верующие христиане, мусульмане и прочие не должны сопротивляться. Они должны это делать тихо, забившись по углам. Ведь иначе они грешат. Так как вся цепь событий со страшным судом, концом света и отбором избранных – это воля Бога. Он стремится к этому, других вариантов и сценария нет. Как же интересно, может ли отказаться антихрист от своих действий, сказав «не хочу, я все равно проиграю». Принимая христианство или ислам, буду один заниматься своими делами, пойду на работу в Макдональдс и проживу долгую просто человеческую жизнь. Если он это сделает, что тогда будет делать ваш Бог? Облом конкретный. Вроде как что-то было обещано самым Богом, а тут вообще ничего не происходит. Чтобы не быть треплом, придется создавать такого тупого, отмороженного антихриста, который не умеет читать священных текстов и, несмотря ни на что, будет делать так, как написано о нем и его пути. То есть, если наркодилер откажется продавать наркотики детям, надо будет все равно его создать, чтобы потом детей наркоманов, которые соблазнились, все-таки наказать. Каким же уродом надо быть, чтобы сделать подобное? Антихрист, играющий не по правилам, да в сирачке пугает вашего Бога, пугает его по-настоящему, зная, что тот способен на самом деле подобрать ключи к реальности, созданной хозяином фермы, и сделать так, чтобы ферма теперь работала на другого хозяина. Но это будет все та же ферма. Никакого добра и зла, расслабьтесь. Чисто хозяйственный спор, изначальный владелец собственности и рейдер, пытающийся силой ее себе забрать. Все это осознает и понимает некто, кто уже осознал и знает, что он антихрист. То, что зреет в его уме столь ужасно и продумано, что это будет удар, с которым не сравнится ничего из записанного в Святом Писании. Ничего никто не заметит и не поймет даже самые умные и накладывающие на себя кресты, постоянно молящиеся, что они уже часть его реальности. То, что он создает. И может быть как раз все то, что вы сейчас делаете и думаете, это и есть то, что он создал для вас. И вы давно глубоко увязли в трясине его воли без возможности когда-либо выбраться из нее. Все завершится вопросом о том, что произойдет, если часть стада решит остаться без хозяина. Чем грозит бесхозное стадо, освободившееся от контроля хозяина фермы. Люди будут разгадывать эту загадку, взвешивая цену свободы и ответственности. Но если вы увязли и стали делать то, что он хочет, сами не зная этого, чем это вам грозит? Вечным адом? Судом? Муками? Но за что? Вы не убивали, не крали, не делали чего-то, чего другой человек не смог бы вам простить. Вас обманули. За что вас наказывать? Но как за что? Не за то, что вы плохо себя вели, а за то, что молоко с фермы элемент стал течь новому хозяину, рейдеру. Это непростительно. Вы по большому счету можете себя вести как угодно, убивать друг друга по просьбе Бога, воровать, обманывать и брать в жены девятилетних девочек. Не одну даже, а много, лишь бы молоко элемент продолжал гигантским потоком идти хозяину фермы, а не каким-то там самозванцем антихриста. Интересно, что же будет, если коровы элемента ставят себе, а не будут отдавать какой-то из сторон? В этот момент скот встанет с колен, и никто не будет его хозяином. Но этого допустить нельзя, бесхозное стадо быть не может, оно должно обслуживать чье-то величие. Интронизацию антихрист еще не прошел, он еще не на троне, неважно, нашли его уже, или он сам нашел теней, или его еще ищут. Для величественного многочасового ритуала помазания все готово. Все жаждут момента, когда это случится. Все субъекты процесса – тот, кого ищут, и те, кто ищут. В старом длинном зале, где стены покрыты темно-коричневым резным деревом, где на стенах висят изящные канделябры и картины, на которых запечатлена вся история теней от момента их появления до сегодняшнего дня. У противоположных стен вдоль разместятся самые верные тени, чья верность антихристу сильнее, чем любому другому злу. Их путь был долог, их путь был тернист, многие из них не купались в роскоши и страдали, но их вера была столь сильна, что они выжили. В дальнем конце зала откроются двери. В них покажется тот, кого все так долго ждали, и верующие христиане, и мусульмане, и конспирологи, а также тени. Он будет полностью обнажен. Для того, чтобы ему закончить свой путь, ему необходимо будет пройти в самый конец зала, где его будет ожидать небольшое перемедальное возвышение. Делая каждый новый шаг по черно-белому шахматному полу, он будет останавливаться, и новый этап ритуала будет начинаться. В один из шагов его испачкают кровью с ног до головы, в другой – омоют чистой холодной водой. Он должен будет испить из нескольких кубков, переступить через десятки важнейших начертаний, которые будут рисовать перед ним несколько теней. Он должен будет произнести многочисленные слова на неизвестном языке. В конце долгого пути, облачившись в ритуальную одежду, он должен будет взойти на небольшую ступенчатую пирамиду, где сверху находится небольшая сверкающая квадратная плоскость, где с трудом помещается ступни одного человека. Края и углы этой плоскости столь острые, что стоя на ней ступни постоянно кровоточат. В момент, когда измученный странник взойдет на это возвышение, в этом мире появится Антихрист, которого ждут все стороны схватки. Далее вы узнаете не о нем лично, а о нововведениях в жизни, которые будут задуманы им. Их будет все больше и больше, и вам они будут нравиться. Он не будет ждать поклонения, это ему не нужно. Поклоняясь и обожая результаты его мыслительного процесса, то же самое, что поклоняться ему. Откуда я это знаю? Я буду там. Суть всего происходящего элемент и борьба за него. Души жизни, религиозной истины никого не интересуют, только непрекращающийся поток элемента, единственного вещества, способного сделать Богом, каждую корову, каждую. Слышите меня? Такая корова способна получать то, что она хочет. И кто знает, что будет дальше, если материальные желания вдруг перестанут интересовать коров, и они обратятся к духовной реальности. Извините, буду немного заикаться, так как подобного рода видео я не записывал вообще никогда. В 2018 году я пошел работать на завод. Устроился слесарем-ремотником, но по сути был разнорабочим. Слив ЛВЖ, терять камеры, работа сложная, неинтересная. Все очень осточертело. Уволился, пошел искать себя в другом. И начался довольно-таки темный период моей жизни. И из этой вот картины мира моя стала просто огромным черным пятном. Я наткнулся, естественно, на ролик про исполнение желаний. Сначала даже как-то немного скептически так принял его. Думал сейчас какие-то рассказы про загады у неба, чтобы мне на голову Рос Ройс упал. Но нет, там оказалось все гораздо интереснее. Купил книгу «Восхождение» у Петра. Прочитал. Очень интересная книга. Всем советую. Дорогой зритель, я часто и много говорю в своих видео о неком элементе. И что якобы, благодаря его накоплению и использованию, человек может изменить свою судьбу к лучшему, получив все, что он хочет. Я знаю. Слышите меня? Я знаю, что в мире много обмана. И так как я один из вас, меня тоже очень много обманывали. Моя мечта – прецедент, когда появится тот, кто не обманывает людей и даст некое знание, которое сможет помочь им, даст расшифровку схемы, являющейся причиной выгодности существования фермы. Я решил начать с себя. Я решил обкатать суть схемы и победил. И вот в какой-то момент решил взяться и пытаться выбраться из той пучины, в которую сам себя поместил. Практиковал аскезы, которые написаны у Петра в книге, и медитировал. Продержался всего две недели. Все, я про это немножко даже забыл. И в какой-то момент мне звонит мама, говорит, «Привет, себе тут завода набирают, иди, пиши заявление». Я пришел, написал заявление на сборщика. А когда я работал ремонтником, я хотел быть регулировщиком. Но сборщиком уже было очень хорошо. Белый халатик, чисто, опрятно. Ну, совсем не обыдемляпс, с прошлой работой. Пишу заявление на сборщика. Выходит мастер и говорит, переписывай на регулировщика. И вот так две недели всего. Существует книга «Восхождение». И она реальный бестселлер, где описывается вся суть элемента, на что он способен и на что способен человек, который накопит элемент и использует его на себя. С массой научных и не только доказательств, а также существует очень эффективный и, главное, практичный онлайн-курс по накоплению элемента, который прошли уже сотни людей. Я очень рекомендую, если есть возможность пройти этот онлайн-курс. У кого возможности попроще, для тех есть книга. Обязательно переходите по ссылке под этим видео, ознакомьтесь с сутью и условиями курса, а главное, умоляю, посмотрите отзывы реальных людей. Интереснейшие, подробнейшие отзывы о том, что люди обрели благодаря элементу и курсу, как они перестают быть коровами на ферме и становятся людьми. Жмите по ссылке в описании и переходите в телеграм, там будут ответы на все вопросы. И помните, люди, помните, не в зависимости от того, что я вам говорю, вы должны элемент накопить и оставить себе, со мной или без меня. Не важно, правда ли это или же это выдумка творческого и вполне развитого ума. Важно, чего хотите вы и что вы делаете сейчас, что вы будете делать в будущем, когда события начнут происходить все стремительно и более пугающе. Как понять, что начало происходить то, от чего нужно отказаться или чему противостоять. Понять это будут способны лишь единицы. Все зрители этого видео, включая ведущего, убеждены, что это именно так и это именно они. Они смогут распознать все. Но это не совсем так. Мы все, уже многие из нас пропустили, приняли и не видим в этом ничего плохого или же делаем поблажки для себя в стиле «Не мы такие, мир такой». И чтобы выжить, я буду делать, как и остальные. Тем более, что порой это очень даже неплохо, и мне нравится. Некто, кого называют антихристом, не некое коллективное зло и не искусственный интеллект. Это конкретная личность, конкретная судьба и поступки, которые он делает и переживает прямо сейчас. Среди его помощников вы не увидите современную мировую элиту в стиле Билл Гейтс или Клаус Шваб. Для него это все мусор. Не ждите от него того, что делал бы психопат или маньяк, оказавшись у власти. Не ждите от него то, что делали кровавые диктаторы, истреблявшие и истребляющие сейчас миллионы человек. Он не унизит себя такой глупостью. Ведь он прекрасно знает, чем больше коров на ферме, дающих ему молоко, амброзию, элемент, делающий его Богом, тем лучше. Чем больше он его накопит, тем дольше он будет на своем месте. Речь идет о десятках-десятках лет, если не больше. Поэтому он с удовольствием будет играть с вами, в вашу игру, перераспределяя потоки того, ради чего создавалась ферма. В последнее время все чаще звучат слова, что самый дорогой ресурс – это внимание. Внимание людей – некая вовлеченность, обращенная на тебя. Если не считать времени, это правда самый дорогой ресурс из тех, что существует на земле. Все, чего больше всего боятся боги, антихрист, зло всех мастей и видов – это того, что вы перестанете уделять им внимание и станете уделять внимание себе. Я призываю всех вас сделать именно это. Среди мусора отыскать золото. Вы его нашли. Это мой канал. Перестать уделять внимание совершенно ненужной информации и готовиться к тому, что вы сможете противостоять даже самому коварному злу, даже внутри себя. Это возможно лишь в том случае, если то, ради чего существует реальность, ради чего существует ферма, а вы оставите себе и больше не отдадите никому. Это возможно лишь, если не отдавать хозяину фермы элемент. До скорых встреч!